морковь без морковной мухи как хочется иногда получить корнеплоды чистенькие аккуратненькие а друзья рецепт очень просто им прибалтийская дача и лена и сегодня я вам порекомендую как избавиться навсегда от этой морковной мухи вы сами знаете иногда выкапываешь корнеплоды и видишь я специально тут три помыла потому что начала выкапывать морковь вот кто еще не знает по каким признакам морковь созрела ну а первых я вам хочу сказать вот видите ботва начала чернеть и поэтому я начала выкапывать но вернемся к морковной мухи у меня тоже была проблема такая но я с ней справилась уже как два года у меня вот такие идеальные идеальные корнеплоды мало того что они все выровнены крупные и хочу вам сказать что красота вот посмотрите даже грязную возьму но видно все равно нет никаких ходов нет никаких червоточин рецепт очень прост друзья вот видите у меня на грядке я тут начала как я уже сказала выкопать морковь и хочу вам сказать что я мульчирую свежими опилками результат потрясающий когда морковь вы посадили это может конец апреля как у нас вот где-то в мае когда морковка подрастает может сантиметров 10-15 я ее мульчирую свежими опилками свежими опилками сантиметров 5-7 и по сути дела забываю мало того что это минимальный уход по поливу и хочу вам сказать что вреда абсолютно не приносит для меня это просто одна чистая польза и вот как вы видите вот прошло можно сказать летний сезон если в мае я замульчировала опилки по сути дела свежие по сути дела они все уже переработались и хочу вам сказать что морковная муха и и лед начинается где-то конец апреля май у кого как говорю кто в каком регионе живет и получается что она не может мало того что если даже там земли какая-то есть вылезти и и войти в эти опилки чтобы отложить яйца и вот разрушить нашу шикарную эту морковку наши корнеплоды то есть опилки стоят просто щитом щитом от такой зловредной мухи так что друзья вот я вас просто призываю как только но если конечно есть возможность не поленитесь мало того что потом структура почвы вот шикарная будет сейчас я выдерну морковку сейчас подрыхлю и уже кстати посажу редиску осеннюю вот и вот эти опилки свежие меня просто спасают так что до новых встреч все простое можно сказать рядом под ногами не надо никаких химических средств не надо что-то придумать выдумывать оттуда же некоторые докатились до керосина так что вы видите все корнеплоды один к одному нет никакой вот мухи нет никаких ходов просто шикарная шикарная морковь так что до новых встреч всегда рада видеть на своем канале пишите всегда отвечу вам